Здравствуйте! В эфире информационная программа «Время говорить». Вот главные темы, о которых пойдет речь в сегодняшнем выпуске. Вода вновь запахла. На заседании Рязанской городской думы депутаты обсуждали проблемы водоснабжения некоторых микрорайонов. Алкоголь по интернету. Рязанские полицейские задержали организатора виртуального магазина, нелегально торговавшего спиртным. Юным рязанцам преподали урок плавания. Теперь третий час школьной физкультуры будет проходить в городских бассейнах. Ну а теперь обо всем подробнее. Сегодня в стенах Рязанской городской думы состоялось очередное пленарное заседание. Депутатов волновали многие социальные вопросы. В первую очередь запах питьевой воды в рязанских микрорайонах. На сегодняшнем заседании в город думы побывала Оксана Тебенихина. В Рязанской городской думе прошло очередное заседание. Одним из основных вопросов стало подведение итогов работы специальной комиссии, которая была создана для выявления обстоятельств появления специфического запаха воды в 20-х числах сентября. В состав комиссии вошли депутаты Рязанской городской думы, представители администрации города, управление Роспотребнадзора, также были привлечены научные сотрудники РГУ и представители муниципальных предприятий. Службами водоканала были приняты своевременно все необходимые меры, то есть увеличены были дозы по реагентам. В воду для ее очистки проведен лабораторный контроль всех параметров и самого водного объекта, это Дядьковский затон реки Оки, и уже непосредственно воды, которая выходила с Окской станции. Все показатели были в пределах допустимых концентраций. Солей фенолов и солей тяжелых металлов не обнаружено было в источнике водоснабжения в Дядьском затоне. И по гигиеническим требованиям вода соответствовала, то есть все показатели и по органолептике, и по микробиологии соответствовали допустимым концентрациям. То есть вода была безвредна для здоровья. Почему это произошло? На самом деле факторов много, и один из факторов то, что, к сожалению, летний период был маловодный. На самом деле за последние 130 лет наша река Ака уже достигла рекордных отметок по понижению уровня. И Дядьковский затон это как бы не исключение. И в связи с тем, что у нас водозабор находится именно в затоне, где недостаточная турбулентность воды, то есть меняемость, поэтому это благоприятная среда для размножения вот этих вот органических веществ. Причиной неприятного запаха, как теперь стало известно, явилось то, что с Дядьковского затона был произведен залповый забор воды. В ней содержалось большое количество органических веществ природного происхождения, которые при взаимодействии с обеззараживающим веществом окислились. На сегодняшний день проводятся водолазные работы, производится очистка оголовков водозаборной станции. Пока что она полностью выведена из работы. Забор воды из Дядьковского затона не производится. В течение недели планируется провести очистку и смыв отложений, чтобы потом возобновить подачу качественной воды. О других вопросах, которые рассматривались сегодня на заседании Рязанской городской думы, речь пойдет в проекте подробностей, который выйдет в эфир сразу же по завершению нашей программы. В студии ожидаем председателя Гордумы Андрея Кашаева. Фразу «реклама-двигатель торговли» знает почти каждый. Благодаря рекламе ежегодно продаются миллионы товаров. Она прочно вошла в нашу жизнь, хотя при этом многих сильно раздражают навязчивые рекламные объявления. Сегодня один из самых молодых профессиональных праздников – День рекламщика. Он прошел на кафедре Рязанского государственного университета, где готовят специалистов-рекламистов. 11 лет исполнилось кафедре эстетического образования и рекламы Рязанского госуниверситета. Ежегодно студенты-рекламисты готовятся к своему профессиональному празднику с полной отдачей. Ну а руководство вуза, в свою очередь, поддерживает своих подопечных, не ограничивая при этом полет их фантазий. Одной из важных черт данных специалистов является их креативность, творческий подход ко всему. И, конечно же, сегодня в организации праздника мы видим реализацию их навыков и их способностей. И, конечно же, они показывают то, что не зря учатся в нашем университете. Будущие асы пиары и рекламы о выбранной профессии не жалеют. Юные генераторы креативных идей проделаны работой довольны. Праздник прошел на ура. Впереди еще много проектов. Ну а совместный труд в дружном коллективе обеспечит ребятам массу положительных эмоций и полезный опыт. Это общение, это такой креативный должен быть подход и нестандартное мышление. Поэтому профессии рекламиста и связь с общественностью, я считаю, одной из самых важных профессий. Тем более, в настоящее время нужно все в кавычках двигать, толкать. И без этого, без рекламы сейчас вообще очень тяжело приходится людям. Поэтому я считаю, что это одна из важных профессий в настоящее время. Рязанские полицейские сообщили о задержании горе-бутлегера. Впрочем, на этот раз бизнесмен наладил нелегальную продажу алкоголя и поиск клиентов весьма современным способом. То есть через сеть интернет. Рязанскими полицейскими был задержан молодой человек, занимающийся продажей алкоголя через интернет. Оперативники обнаружили в соцсетях объявление о продаже в Рязани алкоголя различных марок. Продавец даже гарантировал покупателю доставку. Полицейские проверили данное сообщение. Когда информация подтвердилась, было решено брать торговца с поличным. Ты вообще как здесь оказался? Как оказался? Остался со свадьбы. Вот отдал свадьбу. Ну понятно. А вот то, что закупили у тебя? Ну, я говорю, отдал. Просто продал и все, да? Я отдал, не продал. Я деньги не брал. Понятно. То есть ты не продавал? Нет. В настоящее время алкогольная продукция направлена на исследование в экстренный криминалистический центр ОМВД России по Рязанской области с целью установления качества алкогольной продукции, а также подлинности специальных марок акцизного сбора, нанесенные на алкогольную продукцию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские обнаружили помещение, где организатор интернет-магазина хранил спиртное. Склад был расположен в одном из гаражных кооперативов нашего города. Стражи порядка изъяли из гаражного бокса более трех тонн алкоголя сомнительного качества. По данному факту проводится проверка. Сейчас в городе набирает обороты физкультурно-оздоровительная программа по подготовке школьников к сдаче нормативов комплекса ГТО. Третий урок физкультуры в школах вскоре будет проходить в одном из плавательных бассейнов областного центра. То есть еженедельно ребята сразу из нескольких классов будут ходить в соседний со своей школой бассейн и получать там от тренера уроки плавания. Этот третий урок физической культуры прошел для двух классов учащихся 16-й школы. Основная цель – подтянуть навыки ребят, а некоторых так и вовсе обучить азам плавания. Открытый урок необычен для учеников еще и тем, что проходит не на знакомой школьной спортплощадке или спортзале, а в новом бассейне Рязанского медуниверситета Аквамет. Помимо прочего, плавание утверждено как один из норматив физкультурного комплекса ГТО. И уже в следующем году абсолютно все школьники региона будут обязаны выполнять спортивные тесты. И сегодня вот такой замечательный проект осуществлен в Комплексе ГТО. Когда ряд школ Железнодорожного района будут посещать бассейн для того, чтобы дети эти школы учились в плавании. Дорогие ребята, вы, наверное, знаете, что с этого года началось введение комплекса, который был оборонен в нашей стране. И плавание – это один из нормативов. Он, правда, не обязательный, но приятный, который вы можете. Вы же для того, чтобы сдать этот норматив, нужно научиться плавать. Мы очень рады вас приветствовать в нашем бассейне. И мы надеемся, что помимо каких-то пробок, которые вы уже ели, уверен, чуть-чуть подучились даже плавать, потому что первый раз приходит уже к нам, будете приходить, возвращаться и осваивать и язык плавания, и совершенствовать свои мастерства. На этом открытом уроке плавания в бассейне Рязанского медуниверситета «Аквамед» школьники изучали технику плавания в стиле «Кроль на груди». Впрочем, помимо спортивной необходимости, занятия плаванием и от общепризнанно помогают укрепить здоровье и улучшить самочувствие. А как вы думаете, может быть, бассейн, уроки физкультуры отвлекают от основной учебы? Нет, наоборот. А что наоборот? Наоборот, сначала с утраты зарядился энергией от бассейна, а потом пошел в школу на радость. Сначала от учебы может быть переутомление, а сначала, если в бассейн пойдешь, чувствуется бодрость, повышение тонус. В общем, один из первых в городе плавательных уроков физкультуры прошел на ура. Вскоре, и об этом уже есть договоренность между спортивными функционерами и ректоратом Рязанского медуниверситета, ребята и из других близлежащих школ придут в «Аквамед» учиться плавать. Случаев африканской чумы в Рязанской области не выявлено. Об этом заявил губернатор Олег Ковалев во вторник на координационном совещании по обеспечению правопорядка. Вместе с тем, глава региона обратил особое внимание на то, что Рязанщина находится в зоне риска, поскольку от заболевания уже пострадал ряд соседних регионов. Это что касается домашнего скота. Человечество же сейчас беспокоит лихорадка Эбола, буквально свирепствующая в Западной Африке. Далее мнение врача-инфекциониста Владимира Мартынова о том, насколько опасен этот вирус и насколько готовы рязанские эскулапы отразить его атаку. Эбола этим словом сегодня пугают всех от мала до велика. В России усиливается контроль за транзитными рейсами из африканских стран. Случаи заражения вирусом уже были зафиксированы и в Штатах, и в Канаде, и в Европе. Интернет буквально пестрит сообщениями о страшном заболевании. Насколько же велика вероятность того, что Эбола доберется до России? Как уберечь себя и своих близких в случае эпидемии? Так ли страшен вирус, как его молюют? Протекает обычно эта болезнь в пределах недели, чуть больше, чуть меньше. И очень часто заканчивается летальным исходом, лечится с трудом. То есть терапия и лечение этого заболевания представляют большие сложности в силу того, что эффективных средств пока еще таких достаточно надежных не разработаны. Они есть, предлагаются в эксперименте, пока еще в таком клиническом эксперименте. Созданы вакцины, в том числе нашими отечественными учеными. То есть это, в общем-то, большая проблема. У нас, в общем-то, условий, таких природных условий, которые соответствовали бы вот такому распространению этой инфекции, социальных условий, в общем-то, нет. Возможно, конечно, это возможно при тесном контакте с больным, лихорад Кэббла, возможно, заражение, но условий таких у нас не существует. В наших условиях возможна передача от человека к человеку. Если к нам прибывает пациент, допустим, из-за границы, из Африки, он заболевает, лихорад Кэббла, и вот он может быть источником инфекции. Но если это возможно, это могут быть единичные случаи. Каждый из них подлежит, в общем-то, так сказать, диагностике. То есть, такой больной, который прибывает, ну, извините, не больной, а тот или иной человек, пребывая на территории из Африки, например, в Россию, он наблюдается. У нас в нашем медуниверситете есть группа студентов, которые прибывают вот из этих опасных территорий. Значит, здесь порядок такой. Они наблюдаются в течение инкубационного периода. То есть, периоды, когда возможно развитие от момента заражения до развития заболевания. Максимальный период инкубационный – 21 день. Ну, чаще всего он находится в пределах 10 дней, ну, где-то около недели. Примерно 10 дней. Вот свыше 10 дней, там уже менее вероятно развитие этого заболевания. Ну, 21 день положено. Значит, как правило, проводится клинический контроль, то есть, наблюдение термометрии, в первую очередь. То есть, это клинический контроль. То есть, у нас уже были такие случаи, которые рассматривались как вероятные. Ну, то есть, была определенная настороженность, но при детальной оценке оказалось, что это были обычные респираторные вирусные инфекции у пациентов. Они к нам обратились в сроки более 21 дня. То есть, где-то на 23-24 день от момента выезда из Африки. То есть, в этот срок лихорадка была, не развивается. 70% зараженных Эболой погибают. Страшная статистика. Вирус сейчас активно изучается. Пока ученые и вирусологи пытаются выяснить точно, какими способами он передается. При этом, вакцину от болезни приходится синтезировать буквально на ходу. Человек, если он заболевает лихорадкой Эболом, он тоже может быть источником инфекции. То есть, вот это всем известно. Какие жидкости биологические или среды являются опасными? В первую очередь, это кровь и продукты крови. Те, которые каким-то образом связаны с кровью. То есть, это тоже важно. Например, известно, что он может быть где-то и в секретах респираторных, так называемых, в слюне может быть этот вирус. Ну, в первую очередь, в крови, конечно. В сперме он может содержаться, в вагинальном секрете. Поэтому мужчина, например, может быть опасен в качестве источника инфекции при лихорадке Эбола. Если он даже поправляется от лихорадки Эбола, то в последующем, в некий период, достаточно продолжительный, он может быть источником инфекции. Протекает обычно эта болезнь в пределах недели, чуть больше, чуть меньше. Ну, и очень часто заканчивается летальным исходом. Лечится с трудом. То есть, терапия и лечение этого заболевания представляют большие сложности в силу того, что эффективных средств пока еще таких достаточно надежных не разработаны. Они есть, предлагаются в эксперименте, пока еще в таком клиническом эксперименте. Созданы вакцины, в том числе нашими отечественными учеными. То есть, это, в общем-то, большая проблема. Эбола – это своеобразная природно-очаговая инфекция. То есть, здесь, в средней полосе, вирусу будет некомфортно. Да и иные условия, присущие Западной и Центральной Африке, в частности, столь низкое, можно даже сказать, никакое качество медицинского обслуживания России, к счастью, чуждо. И все же распространение лихорадки допускать нельзя ни в коем случае. Ну, а на сегодня это все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова